Здравствуйте! Спасибо за то, что вы пригласили меня в свой дом. Сегодня я хочу поделиться с вами Словом Божьим. Перед этим хочу молиться. Боже, я благодарю Тебя за каждого телезрителя, кто смотрит сегодня. Я знаю, что у каждого из них есть проблемы, но Ты являешься ответом. Пусть через эту передачу каждый получает ответ прямо от Тебя. Слушая Твое Слово, Слово, которое меняет жизнь. Спасибо! Во имя Иисуса Христа молимся. Аминь. И сегодня у меня есть гости. Он был с нами все это время в предыдущей передаче. Это Ахи-Епископ Сергей Журавлев. Приветствую! Приветствую! Слава Иисусу! И сегодня мы продолжаем ту тему, которую начали в предыдущей передаче. Это Иисус вчера, сегодня и вовеки тоже. Бог не меняется. Как солнце поднимается утром, и мы видим к вечеру закат, точно так же наш Бог не меняется. Завтра солнце поднимется. Как только ты увидишь утром, это должен тебе дать следующее понимание, что Бог живой. Бог живой. В жизни Ахи-Епископа произошло столько много изменений. И сегодня он поделится с нами. Он является Ахи-Епископом Украинской Реформаторской Православной Церкви. И у меня пара вопросов для него сегодня. И он расскажет нам. У меня первый вопрос. Почему именно Реформаторская Церковь, Православная Церковь? Само сочетание очень необычное. Это необычное для меня. Очень необычное. Реформаторская, Православная. Да. И еще, сейчас введем точку. Слово Реформаторская. Вы знаете, когда говорят Реформатор, думают, это человек, который приходит и просто все ломает. Понимаете? Это как революционеры. Тоже, эй, да. Если это Реформаторская, тогда... Но сегодня мы услышим из уст, из первого источника. Да. Будь внимательны. И слушайте все до конца. Пожалуйста. Спасибо, пастор Дэвид. Дорогие зрители. Вообще-то, Реформация, это не просто ломать что-то. Да. Да, говорят, ломать не строить. Это не просто революция. Хотя, это где-то революционный процесс, безусловно. И связанный с ломками старого, безусловно. Но Реформация, вообще-то, само слово, оно подразумевает в первоистоках, подразумевает не что-то новое создание, чего-то нового, а воссоздание прежнего. Очень подходит больше слово обновление, наверное. О, обновление. Да, обновление. Написано в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, 22 стихе, 10-22. Можете открыть это у себя Библию и посмотреть это у себя в своих Библиях, чтобы как бы назидаться от этого слова. Написано, что была зима, и был Иисус в притворе Соломоновым, был праздник обновления. И праздник Ханука, как его называют, и вот праздник обновления. Обновление, да. И вот на праздник обновления Иисус Христос сказал очень важный такой рецепт настоящего обновления. Это следующее, Иоанна 10, 30. Сказано, я и Отец одно. Вот в единстве с Творцом, в единстве с Богом рецепт нашего обновления, нашей реформации. И, конечно, многих пугает, некоторых людей особенно пугает само словосочетание реформаторская православная церковь. И когда мы подавали, допустим, на регистрацию в юстицию, туда, в кабинеты высокие, само заявление наше, то нашему юристу говорили люди высокопоставленные, чиновники, генералы, говорили, что-то не поймем мы. Уже есть у нас православная церковь, Московская, Киевская, Преархата, Автикифальная церковь, Староверы, какие-то еще есть, ну порядка 10 разных есть православных церквей в Украине. Зачем еще там реформаторская, да еще и православная? Вы как бы определитесь, что это за течение у вас такое? Я говорю, знаете ли, реформация православия, это насущный вопрос сегодняшнего бытия. Как, допустим, сегодня вопрос ставит о реформации о реформах в экономике, реформах в политике. А почему в вопросах религии мы должны избегать реформ? Реформы, перемены нам очень необходимы. Еще один из отцов, основателей вообще церкви, один из отцов древности, будем говорить, лидер североафриканского христианства, конца третьего столетия, Киприан Карфагенский, говорил так, что церковь непрестанно реформируется, церковь всегда обновляется. Экклезия семпер реформанда, то есть церковь всегда реформируется буквально именно. И лидер североафриканского христианства, Киприан Карфагенский, говорил, это именно тогда, когда была полемика, нужны ли церкви перемены определенные, или церковь это уже нечто закостеневшее, уже раз и навсегда данное. Но святитель Киприан Карфагенский и другие отцы собора говорили, что Библия учит нас, что церковь это не просто институт власти. Библия говорит, что церковь это не просто иерархия, это не просто система, структура, что церковь это тело Иисуса. Я рассуждаю так сейчас, что раз это тело, то в теле моем, допустим, или в вашем теле, каждая клеточка организма должна обновляться. Наше тело, оно не может не обновляться, только лишь труп, простите, мертвое тело, оно не обновляется. И то у трупа бывают остаточные явления какие-то, обновления, допустим, да, какое-то время там еще там ногти растут, допустим, да, то еще какие-то процессы происходят, остаточные процессы. Но это дело уже омертвение. Но, значит, в живом организме постоянно обновляется все. Обновление идет. И я так рассуждаю, что в каждом поколении необходима реформация определенная, в каждом поколении необходима встряска определенная, потому как у Бога, как многие проповедники замечают разной динаминации, нет внуков, у Него есть дети. И каждому поколению необходимо, на самом деле, по-своему, в новом формате увидеть Бога, увидеть себя перед Богом, осознать себя перед Богом и стать детьми Божьими. И православной церкви, как и вообще всему христианству, необходимы перемены, реформация. Только, допустим, в протестантском мире она выражается иначе. В православном, значит, по-другому. Допустим, в протестантском мире, среди харизматических церквей, 50-нических, паптистских церквей, я бываю часто в церквях таких протестантских, очень часто, но в последние годы. Но в ваших церквях, таких церквях, подобных церквях, допустим, нет смысла убеждать, к примеру, молиться вас только лишь Богу. Нет смысла убеждать, потому что вы в этом уже как бы убеждены изначально. Нет смысла вас убеждать читать Библию. Да. Потому что это один из характерных признаков красного протестантского движения. Все-таки, несмотря на спорные моменты разные, но есть от чего отталкиваться в разговорах. Правила, да? Но, или, допустим, вас нет смысла мне убеждать, допустим, не молиться за упокой, за умерших, за упокой души. Да, да. Потому что в вашей церкви, в вашей церкви, в церкви Скиния, вот я был на служении, мы молимся за живых людей. Да. Да. Это хорошее учение, хорошие практики. Но, к сожалению, то, что для вас часто, протестантов, это прописная истина, вы знаете ли, это как бы по умолчанию, само собой разумеющее нечто. К сожалению, для миллионов православных христиан, это, даже скажу, это не аксиома, это в лучшем случае теорема, которую нужно еще доказать еще. К сожалению, для очень многих православных христиан, даже для священнослужителей, чего греха таить, не только для прихожан, как бы захожан, там, прохожан, но и для самих священнослужителей очень часто непонятно, что такое Библия, какое отношение она имеет ко мне сейчас. Опять-таки тоже говорю, чего греха таить. Часто даже заканчивая семинарию, даже академию, священнослужители, они знают, что Библия имеет какое-то отношение ко мне сейчас, к моей сегодняшней жизни. Извиняюсь, потому что часто мы теряем из виду самое главное. Знаете ли, я художник по своей первой специальности, доцерковной специальности художник, и мое, ну, до сих пор самое любимое, это пейзаж, значит, это моя тема живописи. И вы знаете ли, вот у художника есть такое выражение, вот именно заработаться, зарисоваться, как бы, значит, да, вот, и когда мы теряем импрессию, вот это впечатление, первое впечатление наше. И можно много часов поработать над картиной, но потеряв эту импрессию, вот это чутье, вот это первое, ах, знаете ли, и картина получается никакая. Еще такое выражение, если рассыпается, допустим, или что-то еще. То есть человек, художник, он не может донести тогда до зрителя именно вот эту свою импрессию, впечатление, если он сам потерял его. И мы, христиане, мы часто теряем вот эту нашу импрессию. Это наше впечатление первое, это, или, как говорят, первая любовь еще, говорят, да, это сам Иисус, это Библия, это переживание спасения. И если мы это теряем, не дай Боже, мы должны просто остановиться и вернуть себе эту импрессию. Как художник, для него первая задача, если он потерял чувство, потерял эту импрессию, для него первая задача, делать что хочешь, но главное же вернуть эту импрессию. Значит, первое это впечатление, или просто перевернуть картину, там, что-то, как-то еще, даже хоть на голову встань, вверх над тормашками, но главное вернить себе это впечатление, осознай это все. И вот для нас, христиан, очень важно, вот именно вернуть эту импрессию, и реформация, это возвращение к истокам. Я, допустим, скажу, что для многих православных священнослужителей даже, сама тема спасения порой, самая важная тема Библии, она непонятна. Я скажу, что, когда-то, будучи священником традиционно православной русской церкви, Московского приорхата, до 96-го года, я общался со многими православными священниками, и большинство из них, подавляющее большинство, если почти что не все, были убеждены, что спастись невозможно, и вот Бог сам рассудит нас, когда умрем, что мы заработали, то и получим, но мы не знаем, как спастись по сути. И, к сожалению, очень часто даже и грех священников, и пьянство священников связано именно с этой бездуховностью, знаете ли. И я знаю выход теперь, я знаю, какой выход для священников и для прихожан вернуться к Библии. Библия у нас в церквях, вообще в православии, вообще в целом, она очень сильно почитается, очень сильно внешне почитается, но, к сожалению, очень мало исследуется, очень мало тем паче практикуется. А это большой грех, я считаю, это очень большой грех в церкви. Пришло время вкусить это блаженство, о котором Иисус говорил, блаженно слышащие Слово Божье и исполняющие его. И хочется, чтобы сегодня эта реформация произошла, чтобы священники были не слепыми, ведущих слепцов в преисподнюю, а были прозревшими, знающими путь спасения. И чтобы священнослужители знали, на кого указывать им, это Иисус Христос, на Иисуса Христа, потому что ни в ком оно нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Только Иисус. Чудесно. Мы продолжим эту тему в следующей передаче, дорогие. Спасибо, спасибо, епископ. И если у вас есть какие-либо нужды, если есть какие-то вопросы, мы ждем вашей звонки. Пожалуйста, звоните. Я знаю только одно, Бог, который был, есть и вечно пребывает. Он желает услышать, услышать твой голос. И мы здесь, для того, чтобы помочь вам. Пусть Бог мира будет с вами. До следующей встречи. Я тоже и был православным раньше. А где я был раньше? Или где я была раньше? Или где я был раньше? Люди так говорят. Да, 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 да. Поначалу все это, может быть, даже и кажется, оно помогает. Но на самом деле это бездна еще больше становится. Пельмень в очках мы его называли почему-то там. Ну, он был внешне, может, похож, так я не знаю. Ну, такая дразнилка такая была школьная. Представляем вашему вниманию семинар архиепископа Сергея Журавлева «Свобода от оккультизма». Верим, что эти проповеди благословят вас. А также DVD-диски Дэвида Амна. Пусть атмосфера этих концертов наполнит вашу жизнь и послужит вам ободрением. За дополнительной информацией обращайтесь по телефону, указанному на экране. Да благословит вас Господь!